лет 35 живут в этом дворе у Артема Ичкалова 90-х годов отселяли наш двор и по каким-то непонятным причинам двухэтажная Екатеринка во дворе осталась неоцеленной вот там уже как бы я прописана все прописаны мои дети трое детей мама дети уже выросли на сегодняшний день они снимают квартиру им жить негде аварийная ситуация арки которая сейчас сложилась то есть как бы арка просто-напросто завалилась въезд в эту арку вообще невозможен там есть какие-то входы такие норки через какие-то другие дворы но это неофициальный вход и на сегодняшний день эти ходы будут закрываться людьми которые не хотят чтобы у них был проход через разваленную территорию вот и вот на основании этого у меня возникает вопрос вот в частности крица ю который представляет интересы этой территории я ему задаю вопрос если бы у него мама была больная нельзя было подъехать к дому чтобы ее вывести допустим на лечение на том для того чтобы сдать анализы повести для того чтобы вызвать скорую помощь так как она входит в арку вообще невозможен я не могу зайти к маме хочу эту арку то есть я оплачиваю за коммунальные платежи у меня долгов нет этот дом числится на балансе жека почему этот двор никогда не убирается и даже вот сейчас когда завалилась арка я написала заявление просьба о том чтобы этот вопрос решили ну я понимаю что наверное отселить будет наверное проблематично люди должны конечно понимать что с 90 года люди в этом дворе живут и не проблема не решается то хотя бы этот вопрос с ремонтом арки невозможен практически вот это здание подождите это станет лечебница да какой-то там я это не лечебница это это жилой был это был живой дом у артема и чекалова номер 26 это вот этот дом который разрушен полностью арка завалилась не просто к этому в этот двор на за заехать а ваш дом какой адрес наш дом двадцать шесть без двора тоже артема даже артема ада не молодой человек тут вообще не породился рядом разрушивающее здание это вот то что я рассказывала это вот стены и тут раньше была такая большая огромная стена и и все раз разобрали кирпич вывезли когда она упала до прочим упала даже и и просто приехал заезжали машины вывозили здесь фургонами кирпича это это вот эти годы до прошлом году это какой номер еще это считается 26 хороший кирпич почему не забирать устоявшись но вот что-то сделать для для самих жильцов будто не видно да понятно вот через двадцать восьмой но сейчас на сегодняшний день там люди будут делать ворота и закрывать эту территорию потому что они категорично против каких-либо передвижений через их благополучный двор сколько в вашей двухэтажки живут людей ну вот смотрите там четыре семьи семьи в основном эти территория как бы не желая и она не ухожена и она не обслуживается хотя они знают джеки знают этот грица и знает и пара исполкоме я писала заявление буквально этим летом для того чтобы вызвали комиссии рассмотрели не сказали что у вас есть вот через есть там какой-то заваленный мусорником другой вход на канейского улицу вот и как бы вопрос остановился об кому обращались я писала на на главную родную на председателя райисполкома я забыла как фамилия его я писала на него но от него я не получила никаких дефектатов если честно какой-то район у вас это бабушкинский на председателя бабушкинского я не получила от него получила только грица я крица это коммунальная коммунальная служба и он не отписался что арку мы не можем отремонтировать потому что предприятие которое занимается вот этими вопросами ремонта меня сегодня на сегодняшний день в ситуации такой ситуации что они распадаются то есть как бы но не функционирует ответ вот состоял вот как бы вот так вот и мы вам помочь не можем и вот я опять же таки задаю мой вопрос если бы его мама была в такой спала в такой ситуации что она не может выйти сама не только нужно подъехать как-то он отреагировал а подъехать некогда за арка завалена просто рухнула на зерва просто рухнула она начали было в аварийном состоянии теперь она просто упала вот так скажите пожалуйста рухнула когда арка в этом году в этом году этим летом написала заявление писала вот по поводу этого ходатайствовала и проживающие люди тоже в этом дворе там есть у нас и дети есть проживают в этом дворе и они ходят через эту арку как в норку так вот было залазит это центр города напротив а т.б. улице артёма и никто ничего не делает и естественно это наверно скорее всего и опасно там да наверно опасно это не то слово если она упадет на тех людей которые пытаются пролезть и в этом месте там где арка то что она повлия рухнула арка и образовался вот такой небольшой как бы холм и между холмом и еще там остатком остаточными явлениями этой арки образовался вот такой небольшой проход и они пролазают через него если в один прекрасный момент это вот этого человека называли то как бы 5 лет не избежать а они мне говорят в райисполкоме ну вот я забыла фамилию людей которые рассматривали этот вопрос как бы ну работники скажем так развалкома бабушки шевченковского они сказали что фасады это эти нельзя трогать то есть внутренней части домов они разрушены а фасады наружные трогать нельзя потому что вот они являются достопримечательностью города тогда как-то выселяете или этих людей но займитесь отселением этой семьи которая там живет и этой бабушки которая болеет и не может выйти вообще за пределы двора по этой это ваша мама да да скажите пожалуйста маме сколько лет маме 75 конечно если глобально рассматривать этот вопрос то там просто уже жить невозможно то есть там просто нужно расселять этих людей каких-то определенных условиях которые как бы удовлетворили чтобы обоюдно было произошло обоюдно удовлетворение обеих сторон те которые отселяют и те которые это хрущевка двухэтажка это двухэтажная екатерининка на сегодняшний день ветхим зданием это кирпичный дом одна часть которого уже дала большую трещину вход крыльцо завалилось вот осталась там одна более не менее ну то есть как бы это дом который давно уже нужно было отселить и лет в 90-е года когда когда отселяли весь этот двор расселяли вот тогда нужно было этот дом расселить каким-то непонятным условиям причинам она как-то как-то так вот остановилась на месте